Здравствуй, друг мой! С тобой опять Садрагин. Я начинаю следующий разговор на паркинге. Почему на паркинге? Да потому что паркинг в Нью-Йорке – дело очень сложное. В каком смысле? Трудно найти место для паркинга. Когда приезжаешь, сделаешь свои дела, возвращаешься. Или когда приезжаешь куда-то в другое место. Всегда в первую очередь ищешь, куда припарковаться. Потому что дороги все забиты. Обочины машинами. Кругом машины вот стоят, посмотрите. И еще определенные места, особенно в утреннее время, идет уборка. И определенная улица, там какая-то сторона убирается. И нельзя парковать туда машину. В общем, в ожидании паркинга приходится просиживать некоторое время. Зря уходит время. И поэтому в таких случаях люди с кладом ума бизнесмена всегда задумываются, чем заняться полезным, чтобы время зря не пропадало. Я решил во время паркинга, во время ожидания места, делать короткие такие видеозаписи, размышления свои. Может, они будут тебе полезны. Поэтому сегодня я собираюсь говорить о настойчивости. Для чего нам нужна настойчивость? Настойчивость нужна для достижения цели. Если у человека нет настойчивости, то он берется за какое-то дело, пробует, если не получается, бросает. Или если даже не бросает, то уже начинает сомневаться, получится это у него или не получится. И в этом здорово начнет еще помогать его окружение. Куда ты залез? Чем ты занимаешься? Это не для тебя. Это не получится. И в конечном счете, дело, которое сулило ему очень хорошую выгоду, забрасывается. А люди успешные никогда не бросают. Да вот, если взять просто такой маленький детский пример взять из жизни. Вспомните, вспомни, когда мы учились ездить на велосипеде. Ведь не сразу, раз вот сел, вот как этот, и поехал на велосипеде, да? Сначала падали мы, не получалось. Разбивали коленки, плакали. Но, в конечном счете, научились. Почему? Потому что мы хотели этого. Хотели научиться ездить на велосипеде. А когда один раз научишься, ты уже его не забудешь. Ты будешь всегда ездить на велосипеде. Или взять еще один пример. Вот я из своей жизни приведу такой пример. Я так сильно, да и не только я, наверное, все, каждый, мальчишка очень сильно хочет уметь водить автомобиль. Как быть похожим на взрослых. Я у своего друга узнал, как переключается коробка передач. Где находится газ, где находится муфта сцепления, где тормоз находится. Но за руль садиться самому не приходилось. Но я уже так это все хорошо изучил, как это все действует. И однажды подвернулся случай. Доверчивый такой старший брат шофер доверил мне руль своего автомобиля. Он остался, говорит, на, проедь туда, съезди зачем-то. Я говорю, он спросил, умеешь водить автомобиль? Я говорю, умею. Я еще так уверенно сказал, что он не стал сомневаться. Отдал мне ключи. И я совершенно один сел за грузовой автомобиль марки ГАЗ-51. Вот тогда эти были популярные машины. И поехал. Поехал по населенному пункту, понимаете? Первый раз за рулем самостоятельно поехал по населенному пункту. Доехал до дома своего друга. Остановился. Позвал его, но для смелости, чтобы, если вдруг что-то у меня не получится, он уже умел водить. Он хвалился раньше, что водит машину. Я его посадил с собой рядом. И еще одного знакомого попутчика посадил на подножку. Ну, в то время ездить на подножке это было так, позволительно. Итак, мы проехали по населенному пункту километров 3-4. Потом, развернувшись, я вернулся обратно. И очень нормально проехал. Доехал без всяких приключений, без всяких проблем. Почему это у меня получилось? Потому что у меня была уверенность. Я сильно хотел ездить, как взрослый, за рулем. Крутить баранку. Могу еще привести другой пример. Опять же, из своей жизни. Не подумать, что я начинаю хвалиться, но просто это... Именно когда вспоминаешь то, что у тебя когда-то не получалось и получилось, это вселяет больше уверенности в новом деле тоже. Когда мы были мальчишками, 10-12 лет, нас взрослые всегда травили друг на друга, чтобы позабавиться, устраивали кулачные бои. И это называлось выходить один на один по-дружбански. И часто мы так выходили, забавляли взрослых. И у меня был друг, и он и сейчас есть, очень такой прыткий и увертливый. И у нас всегда силы были равнины. Потому что я его никак не мог победить, он увертывался всегда. У меня удар был сильный, но я не мог настичь его. Я подумал, а что если мне хорошенько потренироваться, выработать серию ударов, чтобы застать его врасплох, заставить его рассеряться. Я начал тренироваться. Настойчиво начал каждый день отрабатывать серию ударов. И вот опять в очередной раз, когда мы с ним вышли один на один, я начал его отрабатывать сериями ударов. И он растерялся. И тогда я нанес ему сокрушительный удар. И действительно, это сработало. Вот такие примеры у нас вырабатывают уверенность. Результат моей настойчивости. И эта настойчивость нужна в любом деле. Когда ты взялся за какое-то новое дело, ты должен настойчиво овладевать навыками. Должен настойчиво повышать свои знания. Изучать то, что неизвестно тебе в этом деле. И отрабатывать на практике. Тогда все получится. Никаких сомнений не должно быть, что у тебя не получится. Ты должен уверенно стремиться к этому. И к настойчивости надо добавить хотенье. Сильная жажда. А овладеть этим или быть в этой среде. Чего хочешь. Вот когда ты разожжешь свое хотение. Когда у тебя будет всегда вот здесь в груди. Хочу, хочу, хочу. Ты обязательно добьешься этого. Когда у тебя сильное хотение, ты должен представлять все это уже наяву. Что ты этого достиг. Что ты в этой среде. Или ты обладаешь этой вещью. Представлять это все. И это время настанет. Поэтому желаю тебе настойчивости в твоих делах. Сильного желания добиться своей цели. Ты обязательно достигнешь этого. Всего хорошего. С тобой был Садрагин. Желаю удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok